Другим не дают. Нет, кое-кого из них можно, если не простить, то хотя бы понять. К примеру, незадачливых байкеров. У них газ всегда в приоритете перед тормозом. Упал, пощупал, голова на месте, встал, ушел. Лоха, конечно, поступил, но лучше так, чем с каской наперевес. Прибежал, нахал и с размаху, как дал. Молду дал, вон кого забодал. Но с тормозами тут-то у героев беда. Недавно был случай с одним гэнгста. Казалось, все было в его руках. Включая сумочку «Автоледи» с заправки. Но не смог злодей вовремя остановиться на пути к успеху. Инцидент на АЗС буквально взорвал сеть. Щитовую. Выполняй. Ресторанную кухню. И заправку. Зацепил рассеянного пользователя. Здорово задел крепкую с виду электроопору. На вопрос, что случилось с мотороллером, кто-то нашел краткий ответ. Безумная белка. Хотелось схватить добычу, и цель была близка. Да вот беда, лапы короткие. Но большинство предположило, что скутерист элементарно испугался ответственности перед законом и машиной с мигалкой. Все просто и понятно. Увидел грозный наряд, сдал быстрый мопед. И в этом есть резон. Не стоит гневить судьбу и цеплять правоохранителей при исполнении. Один лихач вон долетался, сделал вид, что ему очень плохо. Но джедаев таким маневром не разжалобишь и не рассмешишь. Так что шагай побыстрее, незнакомый прохожий. А вот вас, уважаемые, никто не отпускал из автозака. И тебя, злостный угонщик, если не остановят, то будут преследовать, закрывая обозрение. Потому что с полицией контачить надо по правилам. Ты едешь медленно или стоишь, так она еще и подтолкнет на штрафплощадку. А если нагло переть по встречке в лоб, то на что наглецу рассчитывать? Только на принудительную эвакуацию. А будешь дальше наглеть клетчатый. Еще и врежут жезлом и в бровь, и в глаз. Технология отработана. Эвакуаторщик придерживает, инспектор идет в атаку, а собственная жена говорит, окстись окаянный. Нарушителям красный свет и столб. А полиции везде у нас дорога на немигающей зеленой.